Субтитры делал DimaTorzok Два улучшения и это замечательно Начнем с этого, потому что оно ближе Лазарет или площадка для боев? Если честно, когда я первый раз играла, выбирала лазарет И скорее всего сделаю сейчас такой же выбор Потому что площадка для боев не такая уж и нужная вещь Тренироваться нужно где угодно Не знаю, у нас двор вполне для этого подойдет Там место до хрена А вот лазарет, он бы очень был кстати Косметическое лучше, потому что больным нужно где-то место для выздоровления Соответственно, лекарям место для лечения Потому что, помните, у нас там палатки Опять же в том же дворе стояли И там лекарша вошкалась И прям вот там вот во дворе А короче, антисанитария Никаких условий для лечения Мне кажется, лучше сделать лазарет Вот Вперед Подожди, что там написано? Воплощение Готовность инквизиции Придеть и защитить всех, кто ищет поддержки А тут Воплощение стороне инквизиции по найму и подготовке солдат Ну, как будто бы это отображает число Лазарет Собственно, теперь не вот там, вот видите, в палатках Не вот тут вот в палатках будут лечиться люди А в нормальном месте Подходящем для этого Так, а мне теперь нужно вот туда пройти Дай бог поймите, как это сделать Да-да-да Так, я вот тут вот смогу как-то Здесь лесенка-то есть Так, это ты Я вот напоминаю Такие моменты Так, вот тут теоретически Должно пройти Нет, ни хрена Теоретически что-то не... А, вот подожди Вот лесенка сейчас А тут что-нибудь Неу Ладно, не важно Господи Так Вот интересно, кстати После чего После какого момента убираются те леса Потому что есть, по-моему, с Кассандрой одна заставка И... Или с кем-то там, по-моему, с Кассандрой И у меня так при первом прохождении получилось, что Я вот там вот шла вот по вот этим вот По вот этим вот местам Ну, вы поняли По той площадке и шла прям сквозь леса Здесь в заставке они не убрались И я не допрыгну оттуда Чё-то Подожди, а как бы туда так По-человечески-то залезть Я чувствую, что придется в обход очень сильно идти По-моему, там прямо, кстати, можно подняться Прямо со двора Я что-то сюда побежала Зачем я это сделала? Сейчас разберемся, короче Нужно последнюю мозаику найти Черт возьми Мол, там около Кассандры и поднимемся Какого хрена? Так, а тут что? Подожди Чё восклицательный знак? Железный бык? Он что-то хочет из-под меня? Удивительно Так, Кассандра А чё он хочет-то? Только не говорите, что его задание личное Боже мой А я к нему морально не готова Ну ладно Так, всё, сейчас сделаем улучшение И пойдём тогда с быком поговорим Вообще хотела с Каллиным перетереть Мы с ним довольно-таки не разговаривали Так, ну, храмовники или маги? Было бы странно делать зону для храмовников С учётом того, что у нас куча магов Эта башня позовет и все прочие храмовники Я когда первый раз опять же играла Я выбрала магов Хитрость и влияние То есть у нас позавидует любой круг Им же нужно место У нас целая куча магов Им же нужно место, чтобы работать Храмовники В принципе, у них там башни с Каллиным И им там места хватает В принципе, у нас же есть место для армии Что храмовники, как солдаты Не могут с другими солдатами С обычными, там, не знаю Делить помещение Мне кажется, это бред Поэтому мы выбираем магов Потому что им нужно место для их экспериментов Если что-то подорвут То пускай подорвут себя А не ещё окружающих Выбор не обратим, давай Замечательно Так, и... Раз уж мы, в принципе, тут Большое строительство Замечательно Вот там, кстати, леса так и не пропали Я вот не помню После чего они убираются Может, мне ещё какое-то улучшение Нужно забабахать Вот это, кстати Я вот, честно Я, когда первый раз играла Я не до конца улучшила Скайхолд, наверное Потому что у меня ещё куча Всяких непонятных Разрушенных помещений было Я вот не знаю Можно ли прям всё починить Нужно будет это выяснить Потому что вот эту комнатку Тут точно, наверное, можно Но что-то как-то Пока что никак Может быть, это ещё зависит, знаете От завербованных агентов И чё, куда я побежала Да, ну всё Всё нормально Вот это вот тоже помещение То есть я очень сомневаюсь Что вот это прям вообще Нельзя починить Если нельзя То это будет странно Сговорщики хреновые А, может быть, кстати Вот Да нет Калин Ты, по-моему, сейчас будешь Аж с заставкой Потому что ты обычно там стоишь Когда заставка Ну да Такой нервный Ну да Это означает, что я победу? Ха-ха-ха. Сильно сомнительно, что я умею, но упускает диалог. Я думаю, что она еще играет. У тебя родственников? Два сестры и брат. Где они сейчас? Они переехали в Сау-Рич, после Блайт. Я не пишу к ним так часто, как я должен. А, это мой turn. Ну, вообще, я не знаю. Вообще, удивительно. Мой инквизитор, по идее, не должен уметь играть в эти долбанные местные шахматы. Но при этом он вроде как умеет. Откуда, непонятно. Может, его, конечно, еще научили до этого. Ну, не знаю. Ради, знаете... Знаете, чисто ради любопытства. Я обычно играю честно с ним. Но мне, как сказать... Мне просто не видится то, что мой эльф, которого недавно, скорее всего, научили играть в эту игру, раз он умеет, обыграет Калина. Это будет странно. Поэтому я немножечко сфорсирую события и сделаю вот так. Ну, к тому же. К тому же, я хочу, чтобы просто немножечко повеселее было. Обычно я выбираю честную игру, но, блин. Не вижу я победу своего эльфа. Мне только интересно... Вот ради вот этого. Мне только интересно, как можно сжульничать в шахматах. Я понимаю карты, но... Шахматы. Как там можно сжульничать? Там можно пытаться по хитрости сделать, но это же не жульничество, это хитрость. То есть, вот как? Непонятно. Ну, в общем, да. Калин, еще что-нибудь скажешь? У тебя есть кто-нибудь? Есть что-нибудь? Угу, знал он. Повезло, конечно. Хе-хе-хе-хе. Хе-хе-хе. Когда я приезжал в Кирквау, Самсон и я общались. Он казался правильным человеком. Найд-командер Мередит later исполнил Самсон за эрротическое действие. Он заканчивался на улице Кирквау. Он проведал еще преступления, но успел избежать правильную правильность. Сейчас Самсон пользуется Корифеус как его сооруженный генерал. Почему ты думаешь, что Самсон присоединил Корифеус? Он был хроникой лириум-аддикцией. Он провел каждый последний коин, покупая его от локальных смуглеров. Может, Корифеус сломал его ванитой. Далил ему причину, так же как лириум. Может, это все было. Он уже перешел ту грань, после которой жалеть его уже лично у меня не очень получается. Потому что здоровый, блин, крепкий мужик после... Мало того, что сам, будучи в ордене, напортачил аж до того, что его выгнали, потому что Мередит к тому моменту еще не сошла с ума окончательно, надел всяких дел, что его выгнали аж из ордена храмовников, где, в принципе, не будут хорошими храмовниками раскидываться, потому что хороший храмовник — это на вес золота просто единица боевая. И мало того, что его выгнали, после этого вместо того, чтобы пойти хоть куда-то работать, он начал спиваться, начал фигню какую-то творить, детей в рабство сдавать. Помните, мы во втором Драгонейдже с вами с ним на эту тему немножечко так повздорили. И да, я понимаю, у него было пристрастие к лириуму. Но, во-первых, он мог попытаться отказаться, точно так же, как делает сейчас это Калин. Даже если он не мог, ну, он покупал у контрабандистов. Хорошо. В принципе, с поставками проблем особых не было. Продолжал бы дальше принимать, ну или как-нибудь дозу там уменьшать, чтобы как-то потихоньку отвыкать от него — это раз. Но при этом мог бы продолжать работать. Ну да, у него был бы грешок за спиной, то, что он общается с контрабандистами, наркоманит. Но, ладно, ну тут уж понятно все, кто же лириум, храмовники. Это можно как бы понять и даже в какой-то степени оправдать. Но что мешало ему дальше как-то, не знаю, устроиться куда-то. Здоровый, крепкий мужик, воин, солдат, черт возьми, храмовник. Его бы ногами и руками оторвали вообще все, кто только можно. Даже если бы, например, он нашел какого-нибудь хорошего работодателя и вот сказал вот так и так, вот я такой-то, такой-то. И он бы ему понравился, этому работодателю, и они бы там сдружились. Он бы, может, в какие-нибудь телохранители пошел. Мне кажется, этот новый хозяин вполне мог бы немножечко пойти навстречу и снабжать своего мега-классного ручного храмовника лириумом. Но, ну, это, конечно, все звучит само... Ну, понятно как, но, тем не менее, это вполне могло бы быть на деле, на практике. Но Самсон вообще ничего не сделал. Он начал успеваться, начал побираться. Это он счел лучшим. То есть, здоровый, крепкий мужик. Меня выгнали. Ой, дайте денег. Да? Блин, просто. Не знаю. Еще и детей потом сдавал за плату. Типа, я им помогаю. Угу. Конечно. Вот серьезно. У меня Самсона жалеть не получается. Мне его жалко, но, как бы, не чисто по-человечески, я его... Это такая, знаете, плохая жалость. Ну, то есть, отрицательная. Ну, я не знаю, как просто объяснить. Но я думаю, вы поняли, да, что я имею ввиду. Он жалок. Мне его не жалко. Он жалок сам по себе. Вот это я хочу сказать. И поэтому... Да. Это да. Это была шутка, Калин, если что. Это была шутка. Ну, ладно, видимо, он не понял. Хорошо. Не знаю. Я вообще... Фу. Кальперния. Вот, кстати, если вы выбираете сторону храмовников, вместо Самсона будет другая мадам. Точнее, в принципе, другой человек. Это будет дамочка Кальперния. Рабыня. Бывшая. Вот. Её реально можно прям и понять, и простить, и всё. Потому что, во-первых, из-за её истории. Во-вторых, в какой-то момент, если выбрать правильные ответы, ну и вообще... Куда я бегу? То можно, в общем-то, из неё сделать союзника. И, в общем-то, в какой-то момент становится понятно, что... Не знаю, спойлеры. Это не спойлеры. Наверное, небольшие. Становится понятно, что... Её, как раз-таки, Корифей использовал. То есть, она многого не знала из того, что он для неё подготовил, скажем так. А Самсон всё знает. И тем не менее. Так, давайте ещё, кстати, с Блокволом поговорим. Что-нибудь сейчас новенького скажешь? Угу. Угу. Ну-ну. Ну-ну. Хорошо, так, слушай, а что ты продаёшь? Что-то я не помню Фигню-ка я же, скорее всего, какой-нибудь А, он же эти штуки продаёт, точно Вот я, не короче говоря, не покупала Ну, вот мелкие такие, которые внизу там валяются Было дело, но А если, кстати Долу Слушай, а давай возьмём Просто, видите, их здесь несколько Это как-то странненько Ну, как-то, для чего это вообще? Кто это придумал? Ну, вот что это Ну, влияние капнуло, ну и чё Ну, не знаю, как-то Так, бык Мне кажется, проще закрывать разрыву Чем деньги тратить Потому что деньги ещё пригодятся Хорошо, бытёк Бытёк, кстати, у тебя там такой Бычок? Чё такое? Да не, ну Крему я доверяю Поэтому да Хм Хм Ладно Хм 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 Ты видел это? Не знаю, я хорошо. Это, ээээ... Я устанавливаю их... там. Это было время. Я думал, что Кунари хотели уничтожить их reach в целом мире. Да. Просто не думал, что я это увидел. Посмотрите, Кунь отвечает много вопросов. Это хорошая жизнь для многих людей. Но это огромное изменение. И многие люди здесь не будут так хорошо в этой жизни. Я думаю, что это не так, как мы конвертим. Это просто нас, присоединяем силами против Курифиаса. На этой стороне, я думаю, что мы хорошо. Ну, Кунари мы, конечно, не сильно доверяем. Потому что мы видели, на что они могут быть способны. Еще в Драгон Эйдж 2. Но мы сейчас не об этом говорим. У нас сейчас другие заботы, поэтому... Ух, как я не люблю это задание. Как я его не люблю. Кассандра. О, я кажется, догадываюсь, что сейчас будет. Или нет? Ээээ... Кассандра, ты нажимаешься? Ты не нажимаешься. Беда. Ладно. Хорошо. Допустим. Давайте метнемся тогда в ставку командования. Потому что нужно получить отчеты и раздать новые задания. Тем более, у нас еще появилось. А после этого можно уже будет двинуть кости в изюмрюднюю могилу. Так, нет, Варик, мы с тобой недавно разговаривали. Хватит. Раз, два. Еще с дипаракетами, с этими... А, еще же мы... Мы же собирались двинуться по ладанию Жози. Точно, там, на праздник какой-то. Сейчас посмотрим, короче. Ой, на карте уже ничего не осталось. Ой, извиняюсь, ребятки. Дубак такой, слушайте. Прям вообще, я не знаю, постоянно спать хочется еще... Снаряжение для рода, кстати, да. Записка от Интенданта. Благодарю за снисхождение. Я выдал Сатароленду и его роде снаряжение, более приличествующее агентам Инквизиции. Учитывая их скромные происхождения, сомневаюсь, что они такое хотя бы видели. Хрусом. Найти пропавших искателей. Какое-то время найти пропавших искателей казалось невозможной задачей. По скудным данным можно было понять, что они поодиночке уходили в Фералден. Но там след обрывался. Слухи об Ане Лоране в фералденском аристократе, о котором давно не было слышно, заставили агентов Инквизиции заинтересоваться КРО Суином. После чего пропали и эти агенты. Эти события, несомненно, связаны. Вероятно, именно там находятся пропавшие искатели. Хорошо. Так, у меня здесь были... Вот, кстати, ресурсы. А, это ресурсы. У меня здесь какие-то задания были отмечены. Вот, и нашим и вашим. Что это? Среди вещей наемников, найденных КРО Бронок, и был дневник. А в этом дневнике упоминались некоторые высокопоставленные клерки и императорские бухгалтерии, у которых, скажем так, язык без костей. Они продают наемникам все, что знают. Пытаюсь успеть раньше других. Думаю, стоит нашим агентам что-то поднажать. Агентам надо будет, конечно, держать ухвостро. Так. Ну, полчаса. Давай. Let us begin. Разберемся. Добыча трав нафиг мне не нужна. У меня здесь, по-моему, еще какое-то было задание, нет? Секретные тоннели для агентов в Крестуде. Инквизитор. Я перекинула несколько агентов Каэра Бронок, крепость в Крестуде. Местные жители считают, что лучше уж мы, чем разбойники, а для нас это великолепная позиция на пути из Ферлдена в Орлей. Мы можем организовать там место сбора гонцов, переводящих секретную информацию из страны в страну. Вам уже знакомы пещеры, пролегающие под Крестудом? Они тянутся на многие мели вокруг, и если мы вырвем несколько проходов, то наши агенты смогут проникать в крепость и покидать ее, оставаясь незамеченными. Два чего нет. Let's see what we have. Интересно. Так. Что-нибудь еще? Рыжая Дженни, кстати. Кажется, вам симпатизирует Рыжая Дженни в Тантервале. Насколько об этом можно судить. Шарада из Тантервале. Надо, кстати, почитать сейчас про нее. Я с ним добавилась, конечно. Так. Ни хрена просто не вижу. Так. Доступны ресурсы. Завершено, завершено, завершено. У меня просто здесь были какие-то задания, которые я просто отмечала, но не брала к выполнению. Так, на этот батан. Вот так вроде все. Но сюда я не пойду. Можно, конечно. Но нет. Ресурсы были. Вообще, кстати, вот когда первый раз играла, практически в самом конце использовала. Ой, использовала, активировала это задание. И, скорее всего, в этот раз будет примерно так же. Встрече на изумрудных могилах. Вот вы знаете, как такая... Как вот в пятнашке в Final Fantasy XV. Альтисия, вот для меня это местная Альтисия, скажем так. Хотя это абсолютно может быть и не так, но лично для меня по ощущениям. Так, ну тут вроде все, есть только ресурсы, да? Так, а тут че? Она серьезно? С этим никогда? Наверняка не скажешь. Приписка Лилиана на письме Рыжа Дженни из Тентроваля. Инквизиции. Дошел ваш караван. Пьяный расставщик проболтался, что деньги поступили от нескольких купцов. Заглянула в грузбух. Все разные. Каждый вас ненавидит за свое, а про винаторий никто и не слышал. Как бы там ни было, вот имена. А вось пригодятся. Рыжа Дженни. Ниже имена нескольких богатых купцов. Еще ниже приписка с целью нарисованная рыба с охотничьим рогом. Шарада все ходы и выходы знает. И память о нее хорошая. Так, они снабжают несколько порядочных ополчений, которые не захотят участвовать в подобном. Лишим купцов дохода. Не знание, не оправдание. Будем общаться с ними так, как будто они все знали. Скоро они выдадут остальных заговорщиков. Если они не знают, куда пошли их деньги, надо проверить их договоренности. Спросим напрямик. Ну, не знаю. Давай вот это слушаем. Инквизитор. В принципе, оно как-то все одинаково мне видится. Так, а это че? Ближний. А, а. Ммм. Чтобы изловить двойного агента, надо устроить хитрое западню. Планирование займет немало времени. На вредах инквизиции не должно быть чужих шпионов. Да, да, надо будет это сделать. Но нужно полчасика будет подождать. Пока Лиля освободится. Пойдемте как раз таки сейчас по заданию Жузи. На ее там праздник бал там и так далее. Да, да, да. Спасибо. До свидания. Вот. Отправляйтесь на праздник маркизом. После попытки Жозефины вернуть своему семейству право торговать в Орле, на нее начались покушения. Виноват в этом оказался контракт, бла-бла-бла. Гильдия убийц под названием Дом Отдохновения чтит свои обязательства и не успокоится, пока контракт действует. А Жозефина жива. Отправиться сюда? Да. Кого я с собой возьму? Ну, так как это весь такой прием замечательный, давайте прямо таких товарищей возьмем умных. Я думаю, будет прикольно. Вот здесь, конечно, этот самый... Такое ощущение, что у Дорина здесь глаза красные вот это жути нагоняет, если честно. Ну, да, наверное. Пускай будет такая вот необычная команда. Хотя, по-моему, там если будет просто обычный диалог бессмысленный вообще, какую-либо здесь партию подбирать, потому что они тупо не будут участвовать. Как это было, когда мы с убийцей встречались. Эх... Эх... Ну... Вспомним, я... Я пальц не чувствую вообще ни одного, ни другого, ни третьего. Холод такой дома стоит. Ой... Причем самое интересное то, что... Когда было столько же градусов, мне почему-то буквально пару дней назад было теплее. Так, стоять тут... Да-да, мы поняли. А я в Далийске... А, кстати, я снова в Далийских доспехах. Да, я отдала свои вот те коулу. Жеркотайте, чем я в Далийском саду. Причем, зачем я позволяйте теперь всю прорисию наиболее Продолжение следует... Не знаю... Естественно, кстати, что она ответит мне на это. Цена информации. Связи за пределами Орли, а? Армия Инквизиции на этой... Сейчас, конечно, ага. От моего имени она будет свои там дела воротить. Вот информация и связи, вот это уже интереснее. Но информацию можно, на самом деле, и купить, а вот связи... По-английски? А я так просто поднасрала им, пришла такая, мало того, что со своими ушами, так еще и в своем далийском доспехе такая вся. В общем, да, я отдала тот доспех Коулу, чуть-чуть его улучшила, там немножечко другие наручи, сапожки переодела и отдала Коулу, потому что он у меня ходит в этой, в этих доспехах стражек, которые вообще совсем печальные. В общем, от груди, так от сердца оторвала свои эти прекрасные доспехи, отдала ему. Ему они нужнее. В принципе, я и в эльфийских еще смогу походить. Они не такие плохие, а вот он прям там совсем с ним. Все грустно, поэтому, да. Не понимаю, знаете ли, вот людей, которые находят какие-нибудь доспехи и сразу своего персонажа прям все-все-все хотят навесить, навесить точнее. Мне кажется, надо как-то более тонко подходить к такому вопросу, потому что ты все-таки здесь не один, у тебя еще товарищ есть. Так, что хотела? А, там же они все заняты, в принципе, да? Слушайте, а пойдемте, знаете, куда? Мы давно не говорили с матерью Жизель, может, она нам что скажет, потому что у меня еще там с ней куски диалогов вроде как были. Поэтому давайте. О, ты уже тут? Заметно. Так. Так-так-так-так-так-так-так-так-так-так, Хим. О, кстати, Хим. Че ты тут стоишь-то вообще? Маджизель, господи. Я тебя ищу, а ты ходишь? Ты мне говоришь, как наши люди делают? Что бы вы хотели знать? Как наши силы в Скайхоле делают? Я еще в шоке, для большинства. Чтобы видеть Хейвену разрушившись так быстро после конклава. Ты спасли много, но все равно жизни были потерпели. Слушайте, а у нас раз с ней было настолько мало, я же с ней уже все обговорила и все что могла. И забыла об этом. Да мы уже решили с этим вопросом. Хорошо. А, кстати, слушайте, подождите. Что-то я так ломанулась. А, с Жозе не поговорила, чтобы у нее там обновилось ее задание. Ну-ка давай. Тихо. Выполнить моего, конечно, сейчас не сможем, потому что все заняты, на. А, то есть... А, нет, нормально. Могу, да? Ну-ка. А, нет, могу, нормально, смотри. Ну хорошо, пойдем. Подожди, а это что? Подожди минутку. Ну я даже нет, я тоже нет. Я не верила определенно точно. Создатель не приходит. Это просто магия. Ну не буду слажанить, потому что их вера это их вера, пускай верят в что хотят. Так. А вот я не знаю, там два задания. Поговорят с той и поговорят с ней. Вот как бы... Это типа на выбор или чё? Э? Они упали, что ли? Интересно, да? Интересно, да? Хм. Отправим туда дипломатов. Ну, чё-то сильно сомнительно, что... Знаете, красивые речи, ну, подтолкают. Одна сторона поговорит, другая сторона поговорит. Лучше, чтобы мы... Чтобы, как сказать... Чтобы их мнение задавило другое мнение. От... Противоположное. Угу. По-моему, оптимальное решение. Разговор разговаривать мы можем до упора, хоть вообще. Так, и... Да, давайте, слушайте, метнёмся всё-таки. Образделённо, да. Потом туда ещё сходим, обязательно. Никуда он... Он от нас не денется. Так, а вы же мы отправим с собой, возьмём точнее. Ну, давайте этих всех знатных, умных, типа того. Хе-хе. Ну и варик, потому что весело. Хотя, опять же, они не пригодятся. Ну, посмотрим. Девчонки там, наверное, в комментариях. Ааа, боже мой! Когда... Сэвен взяла Дорина. Этот... Аларас именно ему ручкой помахал. Я знаю вас. Хе-хе. Вы на это обратили внимание. Ну, шо я могу сказать. Наслаждайтесь тем, что есть. Хе-хе. Вообще, кстати, надо почаще реально с собой будет Дорина взять... Эээ... Брать... Вивиену, потому что идеология иногда реально очень угарная. Особенно Коулу и Дорина. Потому что из-за такой интересной подробности улезает. Ой. Смотри, зелёненький, красненький. И ещё один красненький городской осторожник. Так, подождите. Подожди, здесь поговорите с графиней. А здесь с Джози. Ну, Джози, я так понимаю, последняя-последняя будет, да? Поэтому лучше, наверное, сперва с графиней. И где она, графиня? Я её в упор не вижу, что ли, или в чём дело? Что-то я её пускаю в этой жизни, да? Может, она потом появится? Хм. Ну ладно. Тем проще. Ох, я открытую дверь хочу эту. Саша, ты что скажешь? Спасибо, до свидания. Ох, как у них, наверное, бомбит от того, что Эль входит ещё и босиком по их камням тут. Ай, ну ладно. Где моя Джози? И чё? Видимо, из-за того, что я уже до этого нажала 11, типа, хватит тебе. А с графиней-то всё-таки можно было как-то перетереть? Что это было вообще такое? Может, я её просто не заметила? Ладно, не важно. Ну ладно. Это было? Ну ладно. Ну ладно. Поехали. Поехали. We were at the top of a steep flight of stairs. The other ball threw a knife and I pushed him away from me. You can imagine the result. Just a pill. If I used my voice instead of scuffling like a common thug. I'll always wonder who that young man would have grown into. Well, yeah. She's very soft for Bard. Lilliana is a true Bard. 100%. 120, 200, 300, 1000. Josie, позиция, точнее положение дипломата. Именно того, кто речами решает конфликты. Вот ей это подходит на 100%. Да не нужно. Ох... I will never forget you helped save the house of Montillei. Inquisitor. And should you ever visit Antiva, stories of the welcome will give you will be told for years. I don't know. I don't know. А я хочу купить кровать. Давайте, кстати, посмотрим, что тут вообще продается. Что тут за броня или... Что тут есть, да, вообще? Нет. Дивно. Поножек. Поножек. Фигня, на самом деле, все вообще поголовно. Да нет, тут покупать нечего. Да здравствуй, черный магазин. Ладно, а что я бегу? Господи, пойдемте так. Что я могу? Это что? А, точно. Блин. Знаете что, давайте метнемся в Skyhold. И пользуюсь тем, что, в принципе, мы закончили задание из жизни. Сейчас с ней поговорим. Посмотрим, может она нам еще что-нибудь скажет. Если нет, то как бы и ладно. Мне кажется, с ней должен быть теоретически сейчас диалогик. А хотя, ну, в смысле, заставка я имела. Но, с другой стороны, я не выбрала романтический ответ. Поэтому, вполне возможно, и не будет никакой мега заставки. Посмотрим. Тяжело, конечно, играть Далейским эльфом. Скажу я вам. Потому что, все-таки, чувствуется, что в этом Далейском эльфе много человеческого такого обученного, знаете. Но, как-то не чувствуется то, что мой чувак там всю жизнь в лесах пробегал. Пусть даже часто общался с людьми. Но, все равно, нет такого ощущения. Я пытаюсь, знаете, каждый раз, когда пытаюсь его прочувствовать, своего персонажа, еще дополнительно вспоминаю Бриалу из Империи масок. Спросить о более личном? О, это интересно, может, что это личное более. О, давайте про Лили. Хм. О, это интересно. Он все намекает, значит вы часто общаетесь, вот прям вот постоянно, как будто персонаж хочет выяснить, действительно между ними что-то есть или нет. Но вообще, кстати, вполне возможно, когда-то и было чуть-чуть, потому что вроде как... Ну, я не удивлюсь. Носовой платок, матки веревки, линейку, даже вот прям боюсь представить, что она из этого сделать могла. Ах, ну ладно. О, как интересно. Хм! Ну, Италия, наверное. Ну, Италия, наверное. Италия, наверное. Италия, наверное. Хм! 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 Конечно. Замечательно. Так, в принципе, у нас там уже... Тихо. Прилетела от Лилиана, мы сейчас её отправим по тому заданию. Помните, там где-то её участие нужно было? Чтобы не терять времени. Сегодня люди будут засыпись. Ну чё? Мой мега-стол сделан из древа, на котором держится... Чёртов. Замок. Секретный тоннель для агентов. Инквизитор. Тоннель готовый. Наши агенты проскальзывают в Каэр Бронек и обратно, словно тени. Рабочие, которые занимались раскопками в пещерах, также обнаружили старинные гном-изделия. Бытовые, вроде горшков и мебели, но их удалось продать коллекционерам за хорошие деньги. Ну, как сказать, 110 золотых. Так, эээ... Вот где оно, это задание Йо? Во! Ну, где это Лавилан? А, нет. Или не она? А! Точно! Да, я же хотела Жозю сюда. Так, надо не забыть вот про неё. Где тут было... Это не то, это DLC. Вот это, кстати, да, это DLC. Мы это потом прям вообще потом будем трогать. Где было задание для Лилианы? Во! Что? В ближайший... В ближний круг шпионов Лилена затесался лазутчик. Так, надо двигаться осторожно. Пока... Что? Этому предателю удавалось ускользнуть от моего взора. Давай. Угу. И, в общем-то, давайте пока что оставим их. Пускай занимаются своими делами. Закончим тут пока что серию. А в следующей серии получим, в общем-то, все отчеты. И посмотрим, что там с двойным агентом. В общем, разберемся со всем этим делом. А потом потихоньку будем уже выдвигаться в земрюдные могилы. Тем более, там нужно еще с... Кстати, а может быть, не туда пойдем. Может быть, пойдем по заданию Кассандры. В принципе, она довольно интересная. Почему бы и нет. В общем, как-то так. Надеюсь, что эта серия вам понравилась. Такая она была больше разговорная. Больше такая жозефиновская. И... Тем не менее. Если вам понравилось, не забывайте. Ставите пальцы вверх. Оставляйте комментарии. Подписываться. Не забывайте также про ссылки в описании. И до встречи в следующей серии. С вами была Сэм. Всем удачи. Пока-пока. О! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok